Инфляция в Казахстане продолжит рост. Неутешительный прогноз сегодня озвучил глава Нацбанка Галамжан Перматов. Назвал обесценивание нашей валюты главной причиной повышения базовой ставки. На неделе она возросла уже в третий раз за год. На этот раз с 13,5% до 14%. Эксперты тут же предрекли удорожание кредитов. Но в Нацбанке парировали. На стоимость займов влияет множество факторов. Алтын Мендебаева сообщит подробности. Свой доклад глава Нацбанка сегодня начал с данных по инфляции. За последний год, как следует из официальных отчетов, она возросла до 12%. Неутешительный для экономики сценарий разыгрался на фоне ухудшения геополитической ситуации, подчеркнул Галамжан Перматов. И надежды специалисты возлагают на базовую ставку, которую накануне увеличили до 14%. Она может обеспечить рост экономики и сдержать обесценивание валюты, считают в Нацбанке. Так что снижать ставку в ближайшее время, судя по всему, не планируют. На сегодня, при нынешнем принятии решений, на повестке снижение базовой ставки не стояло. В текущей ситуации, когда инфляция растет, инфляционные ожидания растут. И мы ожидаем, что уровень инфляции пока будет продолжать расти. Снижать базовую ставку, наверное, было бы неправильным и противоречило бы нашему основному мандату. Экономисты предрекают, что рост базовой ставки неминуемо приведет к повышению процентов по потребительским и ипотечным займам. Тогда кредиты станут недоступнее, покупательская способность костанцев снизится и продавцам будет невыгодно поднимать цены. В Нацбанке такие заявления независимых экспертов считают слишком категоричными. Но вот самого удорожания кредитов все равно не исключают. При рассмотрении вопроса кредитования банки принимают во внимание целый ряд факторов. Это и базовая ставка, и стоимость фондирования, стоимость, по которой привлекаются депозиты, уровень кредитного риска. Движение по базовой ставке тоже передается в стоимость кредитов. Но это не единственный фактор, который влияет в новую практику, показывает, что да, действительно, решение изменения размера базовой ставки, оно однозначно будет влиять на краткосрочные ставки в экономике. Депутаты повышения базовой ставки сегодня и вовсе назвали дымовой завесой. Они считают, что Нацбанк чуть ли не сам провоцирует увеличение инфляции и потакает частным банкам. Мажористмен Жамалов говорил об этом без намеков и не стесняясь эпитетов. Так, что даже спикеру Нижней Палаты его выступление показалось слишком острым. Правительство вынуждено выделять 500 миллиардов тенге на льготное кредитование и субсидирование, поскольку в экономике нет доступных кредитов. Возникает простой вопрос. Кому это выгодно? Ответ так же прост, как и сам вопрос. Банкам. Базовая ставка напрямую определяет доходы банков по нотам Нацбанка и облигациям Минфина. Национальному банку Министерства финансов регулярно публиковать держатели нот и государственных облигаций и суммы полученного ими вознаграждения, чтобы граждане знали, какие банки заработают на высоких ставках. Страна должна знать своих грабителей. Мы в остроте мы должны поднимать, крайне важно поднимать и постоянно должны поднимать. Но гнаться за острым словцом, к примеру, как назвать грабителями должностных лиц государственных органов, я думаю, крайне недопустимо. По мнению депутатов, в Минфине должны придумать, как отвязать размеры пени, неустойки и других платежей от базовой ставки. Насколько это выполнимо, пока мало понятно. К слову, плановые решения по базовой ставке в Национальном банке принимают 8 раз в год. Следующие финрегуляторы должны озвучить в начале лета. Тогда же Галамжан Перматов обещает обнародовать точный прогноз по инфляции.